Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Третьяков. Все больше и больше, если не уже вообще, наше независимое государство оказалось под юрисдикцией европейской юстиции, европейских юридических институтов, как правило, созданных без участия России и Советского Союза. Но некоторые то воспринимают как гигантское благо для России, а другие – как гигантскую трагедию России. Просто поражение ее, независимой России, в ее законах, суверенных правах. Помимо всякой исполнительности судебной, есть еще законодательная власть. Вот она, если она в Москве, то мы ей подчиняемся, мы ее тоже выбираем, кстати, и тогда мне все понятно, как гражданин России. Но если законодательные акты, издаваемые российским парламентом, и подписываемые российским президентом, либо прямо берутся из Евросоюза и иных европейских институтов, более широких, чем страны Евросоюза, куда вошла Россия в начале 90-х годов, ПАСЕ, Совет Европы и прочие организации. Если или под наблюдением, под корректировку специалистов оттуда, то у меня вопрос, а вообще законодательная власть в России может быть ее полностью передать туда, но ПАСЕ уже и составляют там, только мы-то чьи будем подчиненные тогда? Вот вопрос. Как вы относитесь к этой проблеме? Ощущаете ли вы ее? Считаете ли вы, что здесь есть о чем поговорить? То, что вы говорите, как мне кажется, больше относится к судебной власти, потому что формально судом высшей юрисдикции в России является Страсбургский суд по правам человека. Парламент это в меньшей степени касается. Второй момент – это те обязательства, в частности перед Советом Европы, которые существуют в России, которые пока не выполнены. Это и дает основания для всех этих резолюций и мониторингов. И не все эти обязательства по здравому размышлению может быть и стоит выполнять. И третье – это, в принципе, сама норма о верховенстве международного права по отношению к внутренним законам. Такая норма, в общем-то, действует не везде. В этом смысле мне положен близок национальный эгоизм Соединенных Штатов Америки, которые сами в любой момент подвешивают юрисдикции любых международных институтов и стремятся в них не участвовать в типе международного уголовного суда. Я думаю, Россия в этом плане должна быть больше похожа на Соединенные Штаты Америки, чем на отдельные европейские государства. Я буду говорить с позиции эксперта по внешней политике. Так вот, с такой позиции организации, такие как Совет Европы, ПАСИ, ОБСЕ, это институты политические, незаконодательные. Они создавались еще в последние годы Холодной войны, некоторые и раньше. Россия в них вступала в 90-е годы, когда суверенитет де-факто отсутствовал. Эти институты используются как платформы, площадки для ведения информационной и психологической войны, а также для политического давления. Это та самая информационная война и политическое давление, которые были активизированы еще администрацией Рейгана. И многие из этих институтов, собственно говоря, оттуда и пошли. И теперь, когда все-таки суверенитет мы восстановили, и когда суверенная воля у нас имеется, мы вправе пересмотреть те решения, которые были приняты в 90-е годы. И, понимаете, если мы сделали один раз ошибку, это не значит, что мы должны до конца наших дней жить в рамках этой ошибки. Марк Львович, что-то мне подсказывает, что у вас иное мнение. С чего нужно начать? Российская Федерация за господство права в международных отношениях. Это альфа и омега, это основной постулат нашей внешней политики. Россия находится в системе международных отношений. Поэтому Российская Федерация играет по общим международным правилам. Эти международные правила существенно эволюционировали за 20-й век, мы сейчас в 21-м находимся. И они регулируют не только отношения между государствами, но и отношения внутри государств. Поэтому я в корне не согласен с тем, что те фрагменты международной юстиции, о которых мы будем говорить сегодня, созданы без нашего участия. Более того, Российская Федерация, естественно, влияет на прецедентную практику европейского суда. Вот то, что касается прав человека, то, что касается международного подхода, это реакция на ужасы Второй мировой войны. государства убедились в том, что если мы защищаем права человека, то мы живем в стабильном мире, живем в условиях безопасности. А суд – это всего лишь техническое, техническое, неполитизированное, неполитическое. Работать вместе. Ну, у меня сразу много возражений. Реакцией на ужасы Второй мировой войны для европейских институтов было бы так же то, если бы они четко и ясно заявили, что в Эстонии, в Латвии нельзя устанавливать памятники, не могильные камни над их могилой, а памятники. Но почему-то здесь я не вижу реакции на ужасы Второй мировой войны. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Александр Владимирович. Я не вижу того, чтобы сегодня в международных отношениях существовали какие-то определенные правила. Более того, мне кажется, что сама концепция международного права сегодня претерпела весьма существенные изменения, и на место международного права пришло право победителя, как, собственно, это было там до конца 19 века. Мы же видим, сколько событий прошло за последние 10-20 лет, которые никак нельзя было оценить с точки зрения соблюдения международного права. Однако победители, их никто не судит. Поэтому нам нужно исходить из этого. Что касается так называемого сближения законодательства, я в нем не вижу опасности в том случае, если мы исходим все-таки из суверенитета собственной страны и собственных взглядов на происходящее. В этом случае, если мы делаем какой-то закон близким или приемлемым для наших партнеров по Совету Европы, в этом нет ничего с моей точки зрения опасного. Но, когда мы, например, говорим о том, что высшей юрисдикцией по определенным кругу вопросов является не наш суд, а суд в Страсбурге при всем к нему уважении, то тут, пожалуй, мне ближе позиция некоторых британских юристов. Естественно, то, что происходит зачастую в Европейском суде по правам человека, критики не выдерживает. Когда мы подписывали те самые международные документы о присоединении к Европейскому суду по правам человека, создается впечатление, что не все из подписывавших понимали, что делают цивилизационный выбор. Мы, по сути, меняли цивилизационный путь. В России до этого момента никогда мы не соглашались на принятие чужого суверенитета. Даже вполне западнический проект Петра I все-таки имел в виду усиление суверенности, собственно, России. Когда мы согласились на присоединение к Европейскому суду по правам человека, мы от этого отказались. Вот здесь в нем видится большая опасность не в конкретных делах, которые до сих пор рассматривались, а именно в принципе. Вот то, что никто из выступавших не отвечал кратко на этот вопрос, в свидетельстве о том, что даже у тех, кто негативно к этому относится, все равно какие-то оговорки. Как-то неудобно признаться, что суд должен быть наш, законно должны писаться нашими гражданами, нашими юристами, не сверяться с Брюсселем, со Страсбургом. Они должны здесь создаваться. Равно как мы не сверяем законы, которые пишут в Брюсселе, не просим, пришлите нам на экспертизу, мы их там почитаем, кое-что вам изменим. Вы знаете, давайте поконкретнее все-таки. Вот мы признали юрисдикцию европейского суда, войдя в Совет Европы по вопросам прав человека. Я хотел бы, чтобы у нас наша дискуссия была все-таки, мере, плодотворной. Давайте поконкретнее. Вот какие нормы Европейской конвенции, которые мы обязались соблюдать, и с позиции Европейской конвенции, соответственно, принимается Европейским судом решение по конкретным жалобам. Есть специальные условия, которые вытекают из принятия решений Европейским судом по конкретным делам. А вот есть некое общее определенное требование. И могу вам сказать, что для выполнения определенных стандартов европейских у нас, в общем-то, пока еще нет условий. И покажу дальше, что кое-какие условия, вот они появлялись. И мы, между прочим, эти стандарты начинались выполнять. Так вот, для того, чтобы пересмотреть наше отношение к принятию законов о правах человека, правоприменения, нужно всего-навсего одно – отменить нынешнюю Конституцию. Поскольку в Конституции Российской Федерации в четырех статьях записано о том, что права человека, они являются высшей ценностью. И они гарантируются и соблюдаются в Российской Федерации и признаются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Теперь, последний... Причем здесь Европа, да, почему мы сами не можем уважать права наших граждан? Зачем нам нужен Страсбург? И нормам уголовного права – это не сотрясение воздуха. Они объективированы в международных правовых актах. Пакте о гражданских политических правах, Европейской конвенции. Вошли в Совет Европы. Значит так, не хотим быть европейцами. Хотим по-прежнему идти особым путем. Окей, давайте выйдем из Совета Европы. И что мы... А вот интересно мне от Виталия послушать, что мы приобретем в таком случае. Ну, пострелять, правда, сможем. Больше я пока никаких, извините, позитивов не увижу. Может, вы мне скажете? Генрия Марковича, дело в том, что то, что мы находимся в Совете Европы и в некоторых других европейских структурах типа ОБСЕ, связано только с определенной непоследовательностью обеих сторон. И нашей, и тех, кто контролирует соблюдение обязательств. Ну, например, по линии ОБСЕ мы давно должны были вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, еще по стамбульским соглашениям, из Приднестровья. Мы не вывели войска, мы, наоборот, их признали и создали там постоянные военные базы. Скажите, пожалуйста, что такое, простите, решение ОБСЕ, ОПСЕ, они что, обязательны для России? Вы знаете, вот те... Ну, вы говорите, вы не юрист. Вот те стамбульские соглашения были обязательными. Для нас обязательны только решение европейского суда по конкретным жалобам на нарушение прав человека. Минуточку, что в этих договорах? Так, Генрия Маркович, я сейчас поставлю конкретный вопрос, а сначала я приведу пример. Меня не удовлетворяет, что за деньги, которые мы, кстати, платим в этот самый Совет Европы, ОПСЕ, взнос, нас раз в два года, мало то, что нас постоянно контролируют, нас, великую державу, великую Россию, суверенную, так еще нас каждые два года или там три года полощут там, вот, и говорят нам, этого отпусти, этот приговор отмени, это улучш, и так далее. Второе. Вот сейчас была серия, и она будет, видимо, продолжаться, отъема детей, у которых один родитель или оба являются гражданами России. И что мы видим? Газеты шумят, наши говорят, наше телевидение шумит, а они плевали. Я не знаю, какие там Стасбургские суды, я знаю, что плевала Финляндия на все протесты, и даже откатывается встречаться с министром иностранных дел Великой России по этому поводу, министр иностранных дел Финляндии. А что делать? Решили так власти Финляндии? И можете со всеми своими судами следующее? Мы входим в ОБСЕ, которое в 75-м году было СБСЕ, и продекларировало нерушимость границ в Европе. Наша страна распалась, мы продолжаем входить в СБСЕ, названную уже ОБСЕ, вот, ну просто смысл организации рухнул. А мы все входим туда зачем-то. Она, между прочим, делает юридическими лицами Европы, США и Канаду. Зачем они нам здесь, нас? Наша юридическая судебная система несовершенна. Так она и не будет никогда совершенна, если можно судиться в Стасбурге, а по имущественным делам в Лондоне. Чего ее совершенствовать? Все равно высшая инстанция и там. Я считаю, что это есть ущемление нашего суверенитета. Мы глупые, не очень развитые, не цивилизованные. Но давайте сами преодолевать себе эти недостатки. Зачем же чужого дядю себе сажать в качестве учителя? Европейская конвенция по правам человека является вовсе не первым документом в области защиты прав человека. Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы Устав Организации Объединенных Наций был именно таким, как он есть сейчас. И Устав ООН мы считаем Конституцией современного мира. Мы записали в Уставе в качестве принципа защиту прав человека. Более того, Советский Союз наставил на том, чтобы мы раскрыли, что понимаем тогда под правами человека. Но у меня нет претензий к нашему участию в ООН. Там у нас достойное место, достойная роль. Значит, мы разработали Биле о правах. Это Всемирная декларация прав человека, которую мы торжественно каждый год отмечаем этот день. Это пакты о гражданских политических правах, социально-экономических правах. Что касается Европейской конвенции по правам человека, это малая толика того, что записано в других международных правовых актах. О чем идет речь в этом узком документе, где перечислена только база, то, с чем согласны, безусловно, абсолютно все, и что мы неоднократно закрепляли и в Конституции, и в текущем законодательстве. Договорились о том, что это, что все выполняют взятые на себя обязательства. Все. Это главное. На 100% национальное государство должно выполнять эту конвенцию. Оно должно заботиться о том, что если есть нарушения, если есть уголовники, чтобы к ним применялось уголовное право. Если у вас отнимают собственность, чтобы суды восстанавливали ваши права. Речь идет о том, чтобы нормально функционировало общество на основании прежде всего национальных законов, национальных конституций, на что направлена конвенция. В редчайших случаях, тогда, когда это не случается, сколько дел против Российской Федерации поднято в Страсбурге? Российские суды выносят по 7-8 миллионов судебных решений в год. Ну, все системы арбитра. Ну, всего у нас 20 миллионов у нас. Ну, там административные, там, соответственно, да, всякие судебные приказы, да. Да, в принципе, да. Так, в отношении Российской Федерации вынесено несколько сотен решений. То есть это маленькая только. Как все, весь остальной массив, так, как вы присылаете, над этим работает судебная система Российской Федерации. Парламент вносит изменения, добиваясь совершенствования российского законодательства. Но давайте посмотрим на вопрос с политологической точки зрения. Кто против права человека? Кто из присутствующих здесь выступает? Давайте мы будем, да, нарушать права человека, давайте их отменим. Мы выступаем за то, чтобы российские законы исполняли, за то, чтобы конституция российская... Не, не только российские, все остальные. И ворфейская конвенция, так, которая один к одному, тождественность Конституции Российской Федерации упала. Давайте будем конкретно. Первое дело против Российской Федерации. Дело Бурдова. Вспомните, с каким восторгом оно было воспринято российскими судами, российской политической элитой. Да. То, что делает судебная система Российской Федерации, правильно. Решения, которые выносятся российскими судами, верны. Вот международная юстиция, узкая европейская юстиция, поддержала элементарное требование. Постановления судов Российской Федерации должны исполняться исполнительной властью Российской Федерации. Как это знакомо, когда тебе сначала, тебя гладят по головке за первый шаг, чтобы ты сделал второй, третий, а потом уже бьют по голове. Виталий, это дело Бурдова. Это было первое. 50% половина дел, которые рассматривают по жалобам наших граждан, европейские суда, это дела о неисполнении судебных решений, которые были вынесены нашими судами. То есть в данном случае самая международная юстиция, поддерживая, поддерживая. Вы не понимаете мою озабору. Я не за то, чтобы какой-то суд сказал, а вот суд в хамовниках или в ином месте принял хорошее решение или плохое. Я против того, когда какой-то другой суд говорит нам постоянно, что вы плохо себя ведете, у вас это плохо, мы взрослые люди. А там кто-то еще стоит и нас очень жил. И да в том, что не хотим справляться. Тогда давайте отдадим вообще туда нашу юстицию, юрисдикцию. Тогда давайте работать над собой в этом случае и заставим себя справляться с такими задачами. Судебную систему нам все равно придется отстраивать. Это только один из элементов. Львинную работу на 99% выполняет судебная система Российской Федерации. Чем занимается Европейский суд по правам человека? Он не является четвертой инстанцией, не надо путать. Он не поправляет российские суда, он не подменяет их, он не выносит решения по существу. Так, он просто говорит, вот мы договорились таким-то образом понимать свободу слов. Или свободу ассоциации, или уважение к человеческой жизни. Я вам как журналист профессионально скажу, что свободу слова нельзя понимать одинаково всеми. И никакой суд мне здесь не указан. А я хочу сказать, вот Виталий, когда речь идет об утверждениях, о фактах, это может быть проверено на соответствие действительности. Но оценочные суждения, они не могут просто проверяться на истинность. Вот и таких прецедентных решений, в общем, по каждому, по каждой статье конвенции. А вы говорите, нельзя таким образом понимать. Виталий, нет ни одной нормы Европейской конвенции, которой бы не было в нашей Конституции Отечественной. Вы знаете, на мой взгляд, понимание прав человека, даже внутри европейской цивилизации, в ее нынешнем виде, довольно многообразно. Ну, возьмем простой пример. Является ли человеком, имеющим защищенное право на жизнь, зародыш? Кто-кто? Зародыш, человеческий зародыш. В Польше этот вопрос решают однозначно. Да, он является человеком, и его право на жизнь должно быть защищено. Там запрещены аборты. Европейские структуры оказывают на Польше существенное давление для того, чтобы изменить эту норму. Не по линии Страсбургского суда. Но в рамках Евросоюза в целом семейное право отведено к ведению национального государства. Они пытаются это обойти, пытаются. Я думаю, Польшу они сломают в итоге. Но это тема для борьбы. Именно по поводу истолкования фундаментальных основ прав человека. Мы на чьей стороне здесь? Второе. А это уже касается Страсбургского суда. Насколько я помню, именно он по какой-то из жалоб вынес решение о том, что в Италии должны убрать распятие из школ. Католические распятия. Но это, условно говоря, вопрос о разделении церкви и государства, о том, что не должно быть дискриминационного доступа к системе образования. Я не знаю, как это обосновывалось. Лиригически, но понятно, что можно найти достаточно норм в конвенции, которые это обосновят. В общем, понятно, что для Италии это неприемлемое решение. Что с точки зрения Италии система образования и воспитания неразрывно связана с христианской католической традицией. И вообще, откровенно говоря, с точки зрения добрых католиков, да и нас православных, главный мотив уважения прав человека состоит в том, что мы христиане, верящие в бессмертии человеческой души. Вы немножко ошиблись. Как раз Европейский суд поддержал, по-моему, Италию. Нет, Европейский суд принял решение о том, что... Передергиваем факты. После того, как палата суда приняла решение по Италии, по религиозным символам в публичных школах, так Италия оспорила в Большой палате. И Большая палата посмотрела на позиции государств, посмотрела на свою практику и приняла правильное решение о том, пересмотрев решение... И Российская Федерация в отношении этого дела тоже была активна, тоже высказывала свое мнение, и наше участие в том, что Большая палата пересмотрела это решение. Это не единичные случаи. Речь идет не о том, чтобы подчиняться кому-то, а о том, что мы вместе создаем современные представления и современное понимание права. Что касается конвенции, конвенция не является застывшим документом. Конвенция – это постоянные поиски баланса. Баланс между индивидуальным интересом и общим интересом, между интересом личности и между интересом государства. Но самое главное – права человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Вот основной упор – это отыскать и защитить то, чтобы не было злоупотреблением права, но одновременно, чтобы права защищали. Я хочу защитить суд от нападок на его танцевозность и политизированность. Мне близка, особенно статья 10 конвенции, право на свободу выражения мнений. Практически нет таких решений по жалобам представителей разных государств, разных граждан, которые принимались бы консенсусно 7-0. Вот чаще всего 5-2, но нередко 4-3. Вот просто-напросто там, вот наш судья, например, Кудешкин, она выиграла дело большинством один голос, 4-3 в европейском суде. А журналистка наша Чернышова проиграла в один голос. Я могу вам сказать, таких дел десятки из того, что в поле моего зрения появляется. Понимаете, есть очень сложные вопросы правовых применений. Они по природе своей сложны. Понимаете, когда принимается решение, мы должны понимать, что в данном случае, ну вот, склонилось мнение вот этого большинства, понимаете, да, я не знаю, может быть, не знаю, усовершенствовать принятие решений только квалифицированное большинство голосов, предположим, там решение может быть принято, предположим. Но это все технические вопросы. Но главное, последнее, еще раз, это очень важно. Идут в суд Страсбурге граждане стран Совета Европы, которые, как считали, они не нашли справедливости в своих национальных судах. И это не все права, которые дадены ему в своем государстве. Это, скажем так, основные права, которые предусмотрены только там с десяткой статей вот этой самой конвенции. Вот ваш бы юридический пыл, уважаемые юристы, да направить бы на то, чтобы обязать Соединенные Штаты соблюдать международное право. Наши российские проблемы по сравнению с проблемами во многих государствах Европы могут показаться достаточно незначительными. Для тех, кто не был в Таллине, например, в последние несколько лет, сообщают, что на главной площади города стоит огромный, светящийся, мертвенно-бледным цветом в ночи крест, исполненный в нацистской символике, поставленный властями после того, как был убран памятник солдатам погибшим в Эстонии, бронзовый солдат. Значит, это есть официальный посыл. Они в разных местах стоят. Ну, там 150 метров. Ну, тем не менее, да. Один был убран, другой поставлен. Значит, это есть посыл официальных властей, неонацистам и всякого рода фашистующим силам. Вы у себя дома работаете, мы вас поддерживаем. И это государство находится в Европе, в цивилизованной Европе. Один раз мы уже спасали Европу от фашизма. При этом в периоды экономического кризиса, как мы знаем, капитализм переходит в фашизм. И мы имеем возможность наблюдать, как в одной из другой европейских странах к власти усиливаются позиции, и даже к власти проходят собрания фашистствующие силы. А в Греции золотая заря открыта фашистская партия, которая получила 7% голосов. Вот это истинные, чрезвычайно серьезные проблемы, которые существуют в Европе. И если уж мы останемся во всех этих европейских институтах, вот это те проблемы, которые мы должны поднимать. Вместо того, чтобы служить мальчиками для бичевания и регулярно выслушивать претензии, которые по сравнению с их европейскими проблемами достаточно мелки. При этом мы должны выстраивать свою судебную систему, которая будет справедлива, которая должна служить российским гражданам. Если мы будем полагаться бесконечно на европейские институты, своей собственной справедливой судебной системы у нас не будет. Буквально несколько дней в Страсбурге закончился грандиозный форум о международной общественности против нацизма. Да, и это то, над чем, естественно, все европейские страны, Россия и свои, и партнеры работают постоянно, неустанно. И мы, когда скачкообразное расширение произошло Европейского Союза, поставили свое согласие распространить соглашение о партнерстве и сотрудничестве на 10-12 государств, в зависимости от того, что будет сотрудничество и в этих областях, это известная резолюция 27 апреля 2004 года. Мы говорили о благотворном воздействии, которое имели прецеденты Страсбургского суда для совершенствования российской судебной системы. Вот поэтому вывод заключается в том, что нельзя просто говорить, что вот там что-то не делается, поэтому давайте и мы что-то у себя не делаем. Это совершенно разные вещи. Я вам, Олег Крик, отвечу. А такое ощущение, когда об этом говорила Россия, на примере Латвии и Эстонии, они этот вопрос задвигали. А когда сейчас в связи с экономическим кризисом это начало реанимироваться там очень сильно, тогда-то вот это все и пошло. А пока это волновало одну Россию, допустим, легионеры, латышские... Да, пожалуйста, Историй Владимирович. Мне представляется опасная, или сама попытка создания единого европейского законодательства даже по правам человека. Вот это самая главная опасность. Потому что она, с моей точки зрения, во-первых, утопична, потому что свести в одно, как мы понимаем, нельзя. Британское право, континентальное право, османское право, существующее где-нибудь на Кипре, частично церковное право византийское по происхождению, значит, что будет создаваться? Некий конгломерат всего этого, это невозможно. Эклектика. Эклектика. Заново, значит, страны, в которых существуют все другие системы права, потому что, кстати, и советское право тоже нечто особенное. У нас же, когда посмотришь на состав судей в Европейском суде по правам человека, то всегда удивляешься, как эти люди вообще могут к чему-то прийти, потому что все они воспитаны, зачастую, в совершенно разных правовых системах. Очень спокойно приходят. Именно как раз. По этим вопросам, да. По правосу конвенции. Только потому что зачастую политическая составляющая становится более важной, нежели юридическая составляющая. Когда решение Европейского суда по, скажем, по делу Республиканской партии России рекомендует нам изменить какие-то части нашего законодательства, вот даже если они могут не нравиться нам самим, но тут не важен сам принцип, почему некий Страсбургский суд рекомендует изменить часть нашего законодательства. При этом Страсбургский суд никак не волнуется по поводу того, скажем, что в Швейцарской конфедерации существует Министерство юстиции и полиции. То есть любое разделение власти отдыхает. В одном министерстве тебя могут арестовать, провести следствие, судить и еще содержать. При этом, конечно, я вполне понимаю, что в Швейцарской конфедерации вполне законопослушное государство, все функционирует нормально, но важен принцип. То есть один из основных принципов не исполняется. Никто же не пристает к ней. Европейская конвенция ничего не говорит о разделении власти, кстати сказать, между прочим. Я не про Европейскую конвенцию. Нет, ну пример не удастся. Суд ни с какой инициативой не выступает. Суд реагирует на иск. Если швейцарские граждане чем-то недовольны, что-то не устраивает в своей государственной системе, они могут обратиться в свои национальные суды, если не будет решена эта проблема. Дело не только в суде, повторяю, а еще во всем широком поле, где в том же самом ПАСЕ нам говорят. И вот прошу отреагировать на то, что я сейчас скажу. Помимо кого отпустить, какое судебное решение отменить, это не Страсбургский суд, а как ПАСЕ, парламентская асамбляя, там какая-то группа депутатов, неизвестно, мне неизвестно, кем исполненном. Нам говорят, это судебное решение отменить, это несправедливо. Вот мы движемся в этом направлении, что все меньше и меньше мы будем любые решения принимать сами. Вы же в своей жизни обыденной хотите принимать сами решения, как взрослые, умные, образованные, уважающие себя люди. И я хочу, чтобы моя страна тоже сама принимала решения, тем более, что она не такая вот крохтая. Вот, а мы куда идем? На мой взгляд, и лучшим противоядием от диктатуры еврозаконодательства является демократия. Что я имею в виду под диктатурой еврозаконодательства? Я имею в виду довольно агрессивное, жесткое, последовательное продавливание тех идеологем, которые лежат в основе современной идеологии прав человека. Если Россия видит себя в семье европейских народов, то, наверное, она должна ассоциировать себя с теми европейскими народами, с которыми у нее более близкие ценности. В данном случае, скорее, это католическая Европа, чем европа агрессивно-секулярная. Это соответствует нашему мироощущению, нашим традициям и сегодняшнему состоянию общества к вопросу о демократии. Поэтому некоторая форма союза России с государствами католической Европы в плане ревизии системы, основ европейского права, я думаю, это все было бы очень и очень полезно. Но сделать это под эгидой Совета Европы вряд ли возможно, потому что Совет Европы уже жестко конституционная организация, сформированы бюрократии, сформированы идеологии. Идеологии, в общем-то, скорее леволиберальные, благоприятствующие, то самое агрессивно-секулярные Европе, которые принимают решение о запрете распятий, которые давят на Польшу по поводу абортов, вне всякого его правового значения, на самом деле. Потому что, да, очевидно, даже то, как комментируют они это дело, говорит о сугубо политическом подходе к этой проблеме. Право и юридическая деятельность европейских институтов является политической деятельностью. Европа была основана на великих ценностях эпохи просвещения. Толерантности, демократии, правах человека, которые развивались постепенно. Сегодня, например, парламентская ассамблея Совета Европы готова взяться за самые маргинальные элементы нашего общества. Смотрите, насколько далеко некоторые круги в Европе готовы идти для того, чтобы вести антироссийскую политику. Это, на самом деле, война другими средствами. У немецкого стратега Клозовица есть известная фраза «Политика – это продолжение войны другими средствами». Так вот, ту же самую войну, она, конечно же, так не называется, она обличена в дружбу и партнерство, ведут сегодня некоторые европейские круги, которые, конечно же, связаны с Вашингтоном. Другого не будет, другой политики не заложено. И это в некоторой степени вне нашего контроля. Но в наших руках вести гораздо более активное противодействие такой политике, и выступать гораздо более инициативно и креативно. Вместо того, чтобы выслушивать регулярно, те надуманные претензии мы должны указывать Европе во имя ее же блага на все эти реально существующие проблемы в очень многих государствах Европы. Европа большая и разная. Мир, который нас окружает, он состоит из очень разных движений, государств, представлений, всего. Не нужно загонять себя в крепость, которую нужно защищать. Нужно проводить совершенно другую политику. Что касается парламентской ассамблеи. Парламентская ассамблея может высказывать только рекомендации. Вот в последней резолюции допущены грубые нарушения. А в том, что касается текста, то, что предъявляются, конечно, претензии к Российской Федерации, которая не в состоянии выполнить ни одна европейская страна, ущемляется принцип разделения властей, не обсуждаются те вопросы, которые рассматриваются судебными инстанциями и так далее. Но что это означает? Убегать, прятаться и говорить «не трогайте нас». Наша задача как раз в том, чтобы участвовать, в том, чтобы убеждать, в том, чтобы работать, на наш взгляд, или в реакционных организациях, или любых других. Мы сходимся, похоже. И добиваться того, чтобы к нашему мнению прислушивались в большей степени, в большей мере, или даже еще лучше, потому что касается Совета Европы, играть в ней определяющую скрипку. Но не нужно путать политические или политизированные инстанции и технические судебные инстанции. Потому что последнее очень важно. право от прав человека, с чего мы начинали, от чего мы ушли. А это право результата. Как вы его добиваетесь? Какие у вас национальные особенности? Какая специфика? Как устроена ваша судебная система? Какие у вас выборы? Это все ваше дело. Вы обеспечиваете их соблюдение? Никаких претензий нет. Если что-то не срабатывает, то суд технически подсказывает, что вот здесь что-то не срабатывает. Но и этим не ограничивается. Вынес суд решение. Суд говорит, что вот тут вот были допущены нарушения. Каким образом они повлияли на судебное решение Российской Федерации или Франции? Это уже решать российским судам. А соответствует, не соответствует законодательству, это решать нашего порталя. То опять-таки речь идет только о результате. Чтобы не оказаться обязанным исполнять в будущем те решения или те требования, которые нам кажутся ненужными и даже вредными, мне кажется, необходимо сегодня сделать несколько шагов, прежде всего во внешней политике, причем шагов политических, а не юридических. То есть для начала страна, которая является крупнейшим платильщиком Совета Европы, не должна спокойно соглашаться с ролью мальчика для битья. Это факт. Мой личный опыт пребывания в ПАСЭ говорит, что как только мы начинали говорить даже в кулуарах о том, что Россия собирается не то что выйти, а просто уменьшить свой взнос, немедленно накал страстей спадал, и даже всевозможные специалисты по России, там скажем, польско-литовского гражданства, и те немедленно замолкали. Что касается ОБСЕ, то, конечно, организация, являющаяся реликтом холодной войны, в которой осталась всего одна корзина для того, чтобы ей заниматься, потому что и первая, и вторая больше никого не интересует, ни вопрос границ, ни вопрос безопасности, потому что для этого достаточно Совета России и НАТО, наших отношений с ними прямых. Смысла в существовании ОБСЕ вообще никакого нет, потому что любую проблематику, включая проблематику прав человека, естественно, не обсуждать, если уж на то пошло в Совете Европы. А ОБСЕ, в который еще входят правы Соединенные Штаты и Канада в качестве полноправных членов европейской семьи и народов, ну, и еще, кстати, наши соседи по Средней Азии, я не думаю, что их пребывание в одной организации помогает обсуждению тех же самых прав человека. Главное, действительно, нам нужно занимать более активную позицию, потому что если мы не начинаем ставить свои собственные вопросы, а только отвечаем на чужие, то мы всегда будем в этом положении либо мальчика для бедя, либо мальчика, которого обучают. И когда нам в течение 10 лет напоминают о тех нарушениях прав человека, скажем, которые случились во время одной компании, чеченской или другой, но сегодня наши западные партнеры не очень говорят о том, что происходит в Ливии сегодня, не при Каддафе, а сейчас. Понятно, да. Понятно. Георгий Маркович. Значит, разница такая. Нам нужно быть, в общем, в диалоге с современными цивилизованными странами. Да, конечно, обидно, когда тебя упрекают за то, что недостаточно, там соблюдается права человека и прочее. Понимаете, вот решение, которое выносит Трансбургский суд, это вот конкретные решения, очень редко Трансбургский суд выносит пилотные решения, которые говорят, есть какая-то общая проблема. Ну, собственно, пилотное решение было действительно, когда сказали, слушай, дорогие мои, ну что ж такое, что это страна такая, которая не исполняет судебные решения. Для них это дикость вообще. Собственные судебные решения. Собственные решения судебные не исполняют. А знаете, кто идет суд? Пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы. Одинокие матери. Да. По социалке. По социалке. И дальше жертвы вообще пыток и произвола в наших правоохранительных органах. Я всегда удивляюсь, когда шум поднимается в нашей Думе по поводу политизированной справедливого суда. Надо понимать прекрасно, когда решение выносится против страны. Оно выносится всегда в пользу гражданина этой страны. Так вот я хочу сказать. Безусловно, нужно вести диалог и обосновывать свою позицию, почему некоторые стандарты, которые там, ну, большинством, скажем, приняты, они сейчас не могут у нас воплотиться. Вот могу вам сказать, например, вот ситуация с тюрьмами. У нас, когда стали жалобы наших граждан удовлетворяться, что невыносимые условия, они... Ну, правильно, но нельзя построить сразу... Вот, Виталий, абсолютно правильно. И мы абсолютно говорили. Это невозможно было сразу решить. И до сих пор невозможно было решить. Поскольку при советской власти, очень интересно, вообще не построено было ни одной следственной тюрьмы новой. Дальше. Длительное время. Нас критиковали за, например, процедуру наших соединенных решений. У нас не было апелляции, например. И я всё время, когда я говорил с зарубежными коллегами, говорю, мы не можем сразу её ввести. Не для этого условий. Последовательно ввели. Вначале для мировых судов. Потом ввели апелляцию в арбитражных судах. Сейчас вводим апелляцию. То есть, понимаете, мы в диалоге, Виталий. Там не враги, в общем, понимаете. Там разные люди. Я совершенно согласен с коллегами о том, что есть, которые разыгрывают как политическую карту. Но в общем, вот в Европейской конвенции, а мы в Европе, ну что сказать. Что мы будем сейчас про Америку говорить, понимаете? Мы в Европе. И мы должны прекрасно понимать. Есть некоторые стандарты определенные, которые, конечно, мы же не против, чтобы их соблюдать, а не записывая нас в Конституции. Нет соответствующих условий. Мы должны понимать. Не навязывайте нам. Я всё время говорю, будьте с нами терпеливыми. Посмотрите на ваши проблемы. Проблемы есть и у них в тех странах. А есть, ну есть некоторые вопросы, которые вы, Виталий, подняли. Они очень сложные. Они просто нерешаемые. Вопрос об абортах, понимаете? Тут просто-напросто идёт бурление такое, понимаете? Никто не навязывает. Надо говорить и говорить, извините меня, так сказать, в диалоге не с позиции каких-то там, понимаете, недоумков там или, понимаете, каких-то там детей, вот, шелунов, которых постоянно ставят в угол. Марк, одна фраза просто моя. То есть, вести разговор очень дифференцированно. Понятно. Так, с соответствующими собеседниками по конкретным проблемам. И ни в коем случае не сваливать всё в одну кучу. У меня сейчас к вам просьба ответить однозначно. Вопрос, который я сейчас поставлю, да или нет. Правильное утверждение, чьё право, того и власть. Михаил Витальевич. Правильное, как я думаю, обратное утверждение, чья власть, того и право. Великое вино. Да, ну, приходится, да. Лучше не сказать, чем мой коллега. Марк Володич. Есть всегда возможность сделать так, чтобы право работало в интересах конкретного человека. В интересах бизнеса и в интересах общества. Вайсер Владимирович. Да. И Вайсер Версер тоже. Геннадий Маркович. Страшно, когда власть отдельно, а право отдельно. Вы слышали. Я не диктовал ответов экспертам, ни тем, ни другим. Спасибо. До новых встреч в передаче «Что делать» для не более интересных, острых разговоров. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok